Всем привет! Я рада приветствовать вас уже в третьем выпуске серии Ваши лица. Сегодня мы будем делать макияж для девушки Ольги. И сразу по традиции повторюсь, макияж я выполняю сугубо схематически. Для этого использую программу для ретуши фото. И в основном эти видео я делаю для того, чтобы оставлять свои комментарии, для того, чтобы направлять, если у вас есть похожие проблемы, чтобы вы понимали, как вам лучше строить макияж. Оля, в принципе, довольно в красках расписала, что ей не нравится в ее внешности, что бы она хотела изменить. И вы знаете, чем больше я читаю от вас письма, тем больше я понимаю, насколько все-таки нас самих в первую очередь грызут наши так называемые недостатки. Потому что, когда я пересматриваю фотографии, мне все девушки кажутся по-своему красивыми. То есть у одной там какая-то одна яркая черта, а у другой вторая. Есть вообще просто безумные красотки, которые пишут там, что у них там куча проблем, у них какие-то неправильные глаза. В общем-то, что касается конкретно фото Оли, она мне написала, что ей не нравится ее круглое лицо. Но если я вот сейчас смотрю на фотографии, я четко вижу, что у нее лицо не круглое, а овальное. Овальное это как раз-таки идеальное лицо. Я не знаю, почему Оля решила, что у нее круглое лицо, но оно совершенно не круглое. Что касается коррекции лица, то я именно коррекцию здесь вообще не вижу смысла делать, потому что лицо очень красивой и правильной формы. Можно немножко поработать бронзером для того, чтобы освежить лицо. Это другой вопрос. Но если уж прямо мы говорим про коррекцию, то вот если хочется вытянуть лицо, то Оле нужно будет делать вот такую вот коррекцию. Вот, то есть краев затемнять, скулы затемнять и вот так вот приблизительно делать. Сейчас, естественно, я уменьшу интенсивность для того, чтобы это не было настолько броским. Но приблизительно как-то вот так. И таким образом вот эти вот края сглаживаются, и мы видим центр лица, и центр лица будет более светлым. Таким образом лицо будет казаться более овальным и даже более длинным, чем на самом деле. Очевидно, на фото видно тоже проблемную кожу. На самом деле визажист здесь вообще не помощник. Здесь скорее помощник косметолог, потому что визажист это просто все скроет тональной основой. Что касается того, какую тональную основу выбрать, то здесь я, к сожалению, не могу дать какой-то конкретный совет, потому что Оля не уточнила, какой у нее тип кожи. Скорее всего, я так вижу по фото, что это, возможно, комбинированная, потому что центр лица у нее больше блестит, но в то же время я не уверена. Если есть желание, у меня на канале Beauty Benefits Pro в первом уроке о косметической терминологии есть ссылка на мои рекомендации по косметике. Там есть рекомендации по всем видам косметики для любых типов кожи, поэтому можно посмотреть. Что касается тоже еще синяков под глазами, Оля написала тоже, что ее беспокоят ее темные круги под глазами. Честно признаюсь, по фото я этого не вижу, и по фото, в принципе, здесь конкретно в этой программе я это тоже никак не могу скорректировать. Но если есть проблема с темными кругами, значит, девочки, обращайте внимание именно конкретно на персиковые корректоры, которые имеют ярко выраженный персиковый оттенок. Не оранжевый, оранжевый вам не нужен, а именно нужен такой светло-персиковый корректор. Я всегда рекомендую корректор от Pixi, и он отлично справляется. У меня тоже есть видео о том, как его лучше всего наносить. В общем-то, если есть такие проблемки, то это замечательный выход. И я вижу, что здесь проблемы с морщинами под глазами в принципе нет вообще. То есть девушка еще очень молодая, поэтому корректор наносится вот сюда, вот потому что здесь вот есть такая небольшая венка синяя. И в основном вот по вот этой вот линии. По вот этой линии наносится корректор, растушевывается. Сверху можно закрепить пудрой, если он будет скатываться или немножко как-то двигаться. А так, по сути, как бы больше ничего и не нужно делать здесь. Так, я сейчас слегка подретушировала лицо. Будем считать, что это я как бы нанесла тональную основу. Что касается бровей, то брови здесь вообще замечательные. Абсолютно ничего делать не нужно. То есть они и правильной формы. И в то же время как бы по всем параметрам они нормально абсолютно сделаны. То есть по сути, ну совсем чуть-чуть нужно их выделить. И все. И больше даже делать ничего не нужно в плане коррекции. Вообще ничего. Хорошо тоже они протонированы. То есть естественный тон тоже очень хорошо вписывается в цвет волос. Поэтому даже ничего исправлять не нужно. Вот буквально чуть-чуть я прошлась якобы мнимым карандашом для бровей. Можно здесь даже в этом случае конкретно, можно даже на карандаш особо и не тратиться. Можно взять тонирующий какой-то гель для бровей, проходиться им, прочесывать бровки вот так вот наверх. И этого вполне будет достаточно для того, чтобы образ был гармоничным. Вот я сейчас вот буквально чуть-чуть прошлась. Вот буквально чуть-чуть я оттенка добавила. И мне кажется, что с вот естественным цветом волос вполне нормально смотрится. Что касается глаз, то Оля пожаловалась на то, что у нее на правом глазу сильнее нависание. И из-за этого она не может нарисовать стрелку. Потому что на этом глазу нормально можно нарисовать. Вот здесь видно линия залома верхнего и нижнего века нормально стоит. Здесь она стоит немножко выше. То есть когда она рисует такую же симметричную стрелку на этом глазу, получается она сразу прерывается и ломается. На самом деле вот такая вот ситуация, это очень частый случай, потому что вообще невозможно в принципе найти лицо, которое будет вот прям очень симметрично. Всегда правая сторона от левой очень сильно отличается. И если вы мне не верите, можете просто свою фотографию разделить на две части, и одну часть зеркально отразить, и вы увидите просто урода в отражении. Нам кажется, что вот это все симметрия, это так некрасиво, и все мы хотим это выровнять. Но в то же время, если будет абсолютная симметрия, это будет ужасно просто выглядеть. И что еще здесь есть? На правом глазу есть косоглазие небольшое, поэтому макияж тоже будет строиться немножко другим образом. Давайте сейчас начнем со стрелки. И что я здесь могу ей посоветовать? Единственное, что я здесь бы сделала в качестве стрелки, я уже говорила, что если есть такие асимметрии, не рисуйте стрелки, они вам не нужны. Вот, буквально вот так вот, еле-еле я бы нарисовала. То есть маленькую крохотную стрелочку. Вот для того, чтобы просто, даже на открытых глазах ее может быть и особо не видно будет, но в то же время вот она утолщает зону роста ресниц, и таким образом кажется, что уже это более выразительно выглядит, и ресницы получаются чуть более пышными. То есть вот буквально совсем-совсем еле-еле вот так вот добавить эту стрелочку, и будет уже отлично. То есть больше рисовать там вот такие мега стрелы здесь и не нужно. Что касается того, как мы будем строить именно макияж тенями, то здесь есть своя особенность. Смотрите, у Оли есть косоглазие, как я уже сказала, и я понимаю, что она его стесняется, но все-таки я решила, что я это прокомментирую для того, чтобы ей в первую очередь помочь. И если у вас у кого-то есть такая тоже особенность, то вам, возможно, мои советы чем-то помогут. Значит, что мы делаем, и что мы видим в первую очередь? Из-за того, что здесь зрачок смещен немножко ближе к переносице, создается такое впечатление, что глаза очень близко посажены. Хотя на самом деле, если посмотреть, вот эту длину измерить, она равняется вот этой вот длине. То есть глаза нормально посажены. Но из-за вот этого смещения кажется, что глаза как будто немножко ближе к переносице находятся. Что я здесь бы посоветовала сделать? На вот этом глазу вообще отлично вот такие вот асимметрии, корректируются с помощью каких-то светоотражающих теней. Оля мне тоже сбросила фото, как она сама себе делает макияж. В принципе, я бы сказала, что все нормально, все правильно. Единственное, она использует, ну уж совсем такие блестящие тени. Я бы их заменила больше на сатиновые. Все-таки они вот такие вот металлическо-блестящие, потому что вот этот весь металлик, он как раз-таки привлекает внимание. А сатин, он больше, знаете, как рассеивает внимание, но в то же время делает тот эффект, который нам нужен. И так как зрачок у нас здесь ближе, здесь макияж я бы начала вот буквально чуть-чуть дальше, чем вот на этом глазу. Если на этом глазу я его начну, к примеру, вот обычно, да, как по веку вести, то здесь чуть-чуть я его вывела бы ближе к переносице. И вот таким вот образом я бы, допустим, сделала... Здесь у меня тени получаются какие-то более рыжие вообще. Я бы, может, более какой-то золотой оттеночек бы выбрала в этом плане. Ну, в принципе, мне кажется, нормально смотрится. Для голубых глаз вообще золотые оттенки отлично. Я Оле очень советую приобрести какой-то красивый золотой оттенок теней, именно сатиновый, не супер такой металлический, а именно сатиновый, красивый, светоотражающий золотой. Отлично просто ей подойдет. И то же самое обязательно на нижнем веке. Дублируем. Здесь можно вообще довольно далеко пройтись по нижнему веку. Потому что наша задача, в принципе, глаза немножко развести друг от друга, чтобы не было такого впечатления, что они вот прям вот совсем близко друг к дружке сидят. Что касается того, как нам стоит строить затемнение на глазу, то здесь опять-таки для того, чтобы увеличить глаза... Оля мне тоже написала, что она хотела бы именно увеличить глаза. Для того, чтобы увеличить глаза, нам нужно достаточно широкую тушевку делать. И только тогда глаза у нас увеличиваются. Если мы делаем маленькую тушевку, еле-еле подводим века с каждой стороны, то это глаза наши наоборот закрывает. И здесь я бы Оле посоветовала вот такую вот более вытянутую форму. Она сама себе тоже делает похожий, в принципе, макияж. Но в то же время вы видите, да, что я отступаю здесь еще слегка выше строя макияж, потому что места здесь от брови до складки достаточно много. То есть чем больше вы здесь нарисуете, тем больше у вас как бы будут казаться глаза. Ну, понятное дело, мы не будем строить тушевку прям чуть ли не до брови, потому что, ну, для фото еще ладно сгодится, но для реальной жизни это практически неприменимо. Так вот, я здесь все-таки немножко отступила. И вытянула глаз ее в эту сторону. И сейчас то же самое повторю на этом веке. Ну вот, я, в принципе, более-менее закончила именно с макияжем глаз. Что я сделала? Здесь, как видно, я отступила довольно много. То есть вот если убрать сейчас вообще любые изменения, то видно, что здесь я достаточно низко пошла, потому что мне это дает возможность задать новую как бы форму. То есть, видите, я не просто подчеркнула века, которая есть, а я задала как бы новую форму. Я спустила здесь ниже, а потом вывела это наверх. И то же самое здесь. Здесь еще даже лучше видно. Вот идет линия как будто вниз, вообще вот так вот, вниз практически, а потом резко она поднимается вверх. И это конкретно увеличивает глаза. И когда мы вытягиваем вот этот вот светлый сатиновый оттенок чуть-чуть ближе к переносице, а этот оставляем здесь, то мне кажется, что вот этот именно раскос глаз становится немножко менее очевидным. Теперь мне осталось здесь только как бы накрасить еще ресницы. У Оли они уже накрашены, в принципе. Но здесь еще очень важно накрасить и нижние ресницы, для того, чтобы вот эта тушевка частично под ними скрылась и выглядела более эффектно. Так, по большому счету нам здесь осталось только поработать еще с губами. Верхняя губа у Оли достаточно маленькая по отношению к нижней губе. Здесь особо ничего не сделаешь, к сожалению. Почему? Потому что контур очень четко выражен. То есть, если бы контур был меньше выражен, можно было бы карандашом дорисовать немножко себе. Здесь же это будет слишком очевидно. То есть, если у вас контур вот так же очень сильно выражен, вот, например, вот если посмотреть на нижнюю губу, то здесь видно, да, что контур практически сливается. То есть, по сути, я могла бы еще там добавить, да, если мне нужно. Но здесь же очень сильная такая вот как складка формируется, видите, губы. И если я здесь добавлю, то это будет в реальности слишком очевидно выглядеть. Поэтому в таком случае я не рекомендую носить какие-то прям уж слишком яркие, такие выразительные помады, там фиолетовые разные, темно-темно-красные. Это будет очень сильно уменьшать еще губы. Здесь конкретно нужно уже работать с тем, что есть. И, ну, естественно, не такой мы возьмем цвет, далеко даже не такой, а какой-то намного более приглушенный. И просто уже поработаем с тем, что у нас есть. Вот я бы сказала, что такого рода помада как раз-таки отлично здесь будет. Что касается румян, то из-за того, что есть проблемная кожа, даже после того, как наносишь тон, выравниваешь тон лица, все равно бывает, что когда наносишь румяна, проступает краснота, и это выглядит на фоне неровной текстуры кожи достаточно неприятно. Поэтому, если есть такая проблема все-таки, то здесь я советую ограничиться какими-то натуральными оттенками румян. Натуральные это не розовые, не красные, не тем более ни в коем случае не такие, как свекольные оттенки. А скорее такая гамма уже ближе к бронзорам даже по оттенку. И вот если нанести такого рода румяна, то это еще больше корректирует вот эту красноту лица, и в то же время немножко освежает лицо. И вот что-то такого плана я имела в виду. Ну вот и все. На этом я буду заканчивать это видео. Давайте опять оценим, что было сделано. То есть сейчас видно по коррекции, что лицо, мне кажется, стало намного более длинным. Я бы не сказала, что это прям необходимо для такой формы лица, но в то же время Оля сказала, что она хотела бы добиться такого эффекта, поэтому вот именно по такой схеме нужно выполнять тогда такую коррекцию. Что касается глаз, то мне кажется, что я достаточно хорошо справилась со своей задачей. Также напишите ваши комментарии, мне бы было интересно узнать ваше мнение. И на этом, в принципе, я буду заканчивать. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Если так и было, не забудьте поставить палец вверх. Если вы хотите поучаствовать в этом проекте, то в описании под видео все условия есть. Присылайте свои фотографии, с нетерпением буду их ждать. Мне очень приятно знакомиться таким образом также со своими подписчиками, поэтому с нетерпением жду ваших фото, и до встречи в новых видео. Пока! Я сама того не понимаю. Сделала макияж очень такой весенний, очень легкий, очень такой конфетно-букетный, в общем-то, и использовала оттенки, которые сейчас по версии Pantone считаются оттенками года. Что касается кожи и выделки, то сумка эта сделана из кожи, то есть это настоящая кожа, но кожа это выделка Софьяна, и Софьяна считается одной из самых таких неубиваемых типов кожи.